В театрально-концертном центре в минувшие выходные состоялся областной конкурс «Театральная весна Подмосковья». Перенесенный в связи с пандемией коронавируса с марта на октябрь, конкурс все равно сохранил свое название. В этом году он проводился по сокращенной программе, без мастер-классов театрального искусства и круглых столов для обсуждения работы коллективов. Однако, даже в таком более скромном варианте конкурс занял два дня. В нем несколько номинаций. Представлены были отрывки из драматических, музыкальных и кукольных спектаклей. Конкурсанты выступали в разных возрастных категориях. Педагоги и режиссеры должны делиться своим опытом с другими коллективами. Хочется, конечно, проводить круглые столы. Такие достаточно крупные обсуждения, чтобы при этом присутствовали все. Но пока это невозможно. Пока мы будем, как жюри, разговаривать с каждым педагогом. И после показа. И только с одним педагогом. На участие в конкурсе в этом году было подано более 80 заявок от творческих коллективов со всей Московской области. После заочного тура отобраны 24 участника. Они представили отрывки из своих постановок, в которых участвовали и дети, и взрослые. Кукольный спектакль Медвежьего Озерского дома культуры называется «Как медведь трубку нашел». В нем идет речь о том, как Топтыгина излечили от курения. Ба, Топтыгину, привет. Ты здоров ли? Видно, нет. Ты хвораешь? Да, хвораю. Что с тобою? Сам не знаю. На конкурс привозят постановки, с которыми их участники уже много раз выходили на сцену. Так юные артисты из Ногинского театра юного зрителя выставили на конкурс популярный спектакль «Дюймовочка». Мы ставили его около 15 раз. Мы ездили во всякие разные дома, детские дома, показывали этот спектакль, чтобы его все увидели, чтобы у всех было хорошее новогоднее настроение. Конкурс смотрит всегда встреча. Встреча разных коллективов, встреча разных устремлений, разных мнений. И поэтому, конечно, вот этот обмен опытом, обмен своими высказываниями театральными, он, конечно, обогащает участников. В этом году гран-при конкурса не присуждался. Все-таки не все театры смогли принять участие. Но если посмотреть на итоги театральной весны Подмосковья, то одно перечисление мест, откуда приехали победители конкурса, впечатляет. Дипломы за первые места получили театральные коллективы из Ногинска, Балашихи, микрорайона Климовск, города Подольска, Дмитрово, Дубны. Есть победитель и среди наших земляков – студия эстрадного мастерства «Стелла» из поселка Монина. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.